на буньоль в него приехали и сейчас пойдем погуляем по местным красотам природным вот прям около парковки какая-то красота церквушечка и какой-то какая-то стена ограждения прям в скале сейчас будем все это смотреть и лазить тут на самом деле у нас нет какого-то маршрута мы выбрали просто точку на карте с красивыми какими-то видами приехали и будем сейчас гулять смотреть мой тут он прям совсем все красиво тут надпись аудитория общественная и тут видимо какие-то проходят мне кажется может быть здесь чтение потому что тут какая-то вот лестница типа наверно народ садится народ садится и слушает какие-нибудь лекции которые кто мечтает тебе такое илон маск каменная каменная дверь закрыта конечно же какой-то сан луис вода чистая прозрачный класс ну что пойдем наверх куда-нибудь ныряй транкель чё ты как маленький сам бесстрашный член нашей банды все изучает и дабы не свалился я его пристегнула на шлеечку трампи салют днем офигеть хоть даже видно не так круто конечно как ночью но прям вау но не могу сказать что мы выбрали себе легкий пеший маршрут по горам это прям не прогулка это прям хайкинг и и без палок то есть тут хайкинг в купе с болды рингом можно так назвать потому что уклон у тропы очень высокий и порою ищешь камушек чтобы зацепиться кроссовкам потому что есть опасения что просто на грунте на газ ползет о широкая дорога ура можно идти и записывать виду сейчас вот такая дорога это мы вышли на более широкую часть тропы а поначалу мы полезли просто в гору вот такой ну сколько тут наверно 80 градусов 70 примерно уклон мы полезли как по лестнице вверх чтобы вы срезать путь потому что мы же не ищем легких путей вот так что я прям запыхалась ну хорошо попа прокачается к лету к сезону надеюсь будет рельефная а то что то я уже пару месяцев не занималась потому что то насмерть то горло то ангина то понос то золотуха как говорится я очень халтурю вот позавчера отжалась три подхода по десять раз с коленочек причем и вчера у меня болели ручки вот вам и спорт долго долго входишь в форму набираешь ее а потом бах и просто за два месяца откатываешься до нуля это тропа еще кстати для дертов он для великов даже волрайт или да волрайт сделано но как бы я бы здесь наверное велик процентов 90 катила бы с перепуга и нифига нифига бы я конечно здесь не смогла бы проехать просто потому что бы испугалась кстати я напутала это я не знала что мы едем на определенный маршрут а никто все знал он нашел пеший хайкинговый маршрут на примерно три с половиной часа вот и сейчас мы по нему идем вот и он как раз как раз на три часа то есть мы круг дадим прицеплю здесь какой-то план вот дадим круг примерно на три часа профиль там правда такой непростой мы сейчас идем процентов наверное сорок маршрута у нас идет подъем потом чуть-чуть мы вроде как в горизонте идем ну хотя насколько это может быть в горах хребта там нету и потом спускаемся с другой стороны где относительно того где мы поднялись спускаемся к машине вот в общем да в общем посмотрим насколько меня хватит потому что я иду вверх а как известно дыхалочка у меня слабенькая вообще я слабенькая девочка вот и я уже такая типа с меня симпатом сошло я уже усталь но я все равно пойду потому что хочу красивые ноги и попу еще живот грудь и все остальное поэтому идем спорт начнет скорей 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 молодец давай 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 сюда трампи altered высота да и лещана молодец стой трампи стоять иди ко мне давай ко мне умничка жди молодец Ай, супер пёс. Жди. Трэмпи. Ух ты, молодец, собаку-лубака. Все, гуляй, можно. Мы здесь, наверное, на один из самых верхов. И вдалеке, где кончаются горы, там начинается море. Отсюда, получается, его уже видно. Вот ведь даже на этой горе есть домики, деревушки какие-то. Круто. И у нас наконец-то выполаживание случилось, где можно немножко перевести дух и отдохнуть. Как-то территория предполагает, что можно в таком стиле построить себе домик, как замок с башней. Не, она может быть, на самом деле, даже какая-то условная историческая. Какая-то вилла. Мини-вилла Ла Круз. И у нее совершенно очаровательный и потрясающий вид. Сверху на поля и сады. И вот там даже лесенка, видимо, спуск куда-то. Это прям круто. В маршруте нам встретился какой-то пионерский лагерь. Тут у них прям площадки для спорта. Кайф. В общем, мы прям в какой-то велико вершинную, высокогорную деревуху забрели. Причем у этой деревухи, ну, она не какая-то прям вот деревня-деревня, а домики, ну, как-то хаотично просто вдоль дороги расположены. И мы идем, как пешие туристы. Мы дошли до какой-то местной достопримечательности вот до этого моста. Тут, правда, очень красивая речушка, небольшая, но тем не менее. Стоят мальчиши мои, созерцают мост. Ну, прикольно. Здесь было какое-то старое поместье, видимо, но пришло в полный упадок. Да уж. Но вообще очень красиво. Тебя здесь... И, видимо, дорога припадает. Трампи, тихо, тихо. Ты что орешь? А что ты, Трампи, не зарежешь? Ты что орешь? Все нормально. Тихо. Сам купаться залез. Сейчас купаться тебя залез. Да, и дорога сюда такая нормальная приходит. Каменный этот мост. Ну, там вон какие-то, да, знаете. Кстати, непонятно, по этому мосту ездят или нет. Но видно, что... Но само по себе, знаешь, такой чистый поток уже. Да, да, да. И вот такой дом, блин, огромный был. Да, то есть он полностью, видишь. Совсем разрушен, да. Жаль. А так вообще локация суперская. Угу. Мы добрались до середины маршрута. Тут ущелье. И сюда тоже можно подъехать на машине и погулять вообще недолго. Не как мы. И вот там внизу еще водоем с водопадиком небольшим. А мы идем дальше, вот туда, по ущелью, чтобы возвращаться уже к машине. Водопадик. И вот так вот. И впадает в какое-то озеро. Это, наверное, летом круто. Купаться можно. Холодно чертовски, потому что движение воды очень энергичное. Но... Anyway, можно. Тут, вон, просто водопадик. Ритки. Красиво. И вода прозрачная-прозрачная. Вернешься? Офигеть! Это кто? Оленята? Ух ты! Слава богу! А то сейчас бы их всех распугал. Сейчас бы он за ним ломанул. Да, я и говорю, что бы ломануться за ними, а не от него и все. Потеряли бы и оленей, и собаку. Он даже, правда, не вкуривает кто там. О! Пыш! И вот наш горный козел. В стойке. Просто я. Главный. Главный охотник на оленей, да? Ты главный охотник. Давай, давай. Призывай, призывай их. Все, они все сломали. Вот дерево прикольное. Не знаю, что это за дерево. Непонятное дерево. Мы уже вышли. Идем под конец маршрута через город. Они тоже нависают. Да, это вот дома прям на обрыве над рукой. А с этой стороны они вообще вот нависают. Делали из говна и палок, но красиво. Почему? Из кирпича, а не из говна и палок. Нормально. Такие классные домики. Очень мне напоминают постройки, когда я с мамой ездила в Италию, на озере Кома. Вот там тоже обрывы. И вот таким образом на обрывах выстроены домишки. Правда, тут как-то у меня есть ощущение, что здесь дорога немножко пошире. Хотя, может быть, потому что я просто не за рулем. Потому что на озере Кома мы очень тесно разъезжались. И каждый раз, ну там прям, правда, дорога, она на одну машину. То есть две там не разъедутся. Я даже не удивлялась. Думаю, интересно, как на озере Кома привозят продукты. Потому что какая-то, ну что-то типа фуры с продуктами. У вас не пролезет по ширине. А тут две могут разъехаться вообще совершенно вольготно и нормально. Это зона прям Венеции. Даже мостик. Вот интересно, у них там что, вниз дом? Ну, скорее всего, да. Тут может быть двухэтажная, как... Там может быть улица, вот ниже идет. А мы типа по второму этажу улицы проходим. Нет, здесь просто, по всей видимости, основание. Тут еще окна. Ну, может быть и так. Потому что, господи, как город на Ве, Вена. Там вот двухэтажные улицы есть. Это очень необычно смотрится, но прикольно. А вот еще одна фигура. Это уже в Баниоле. Фигура на Файз заняла третье место. Место в Буньоле. Весто в Буньоле, да. Но у нас вопрос возник. Как в таких узких местах они сжигают эти фигуры? Это мини-площадь. Что? Мини-площадь. Все, возвращаемся уже до машины. И вроде как здесь можно пройти вдоль этой речки. Но это не точно. Поэтому пока идем, потому что здесь красиво. А потом уже решим. Придется ли возвращаться обратно или карабкаться куда-то вверх. Или мы дойдем прям до речки. О, там еще какой-то водопад вижу. Да, красиво. Водопад, но не пройти. Ну ладно. Что же делать? Что-то мы так находились, что у меня ножки не держат. Но мы решили потратить калории, которые сожгли на хайкинге в Макдональдс. Я надеюсь, мы сейчас в Макдональдс попадем, потому что это второй подход. С первым подходом не вышло, потому что Макдональдс был закрыт. Мы заехали в соседний Бургер Кинг. Он тоже был закрыт. Макдональдс сегодня был на разборе, его разбирали, а Бургер Кинг был закрыт. Мы заехали в другой следующий по маршруту Макдак. Будем очень надеяться, что он открыт. Потому что в Испании вообще проблема с тем, что в воскресенье где-то что-то можно поесть. Единственное, где можно что-то поесть, это кафешки. Вот. И мы идем в Макдональдс, потому что сил нет, ножки не держат. Очень хочется кушать.